всем привет ну что пришло время немножко обслужить мою собачку так как пол сезона уже проездил наверно пора заменить масла заменю масло в двигателе и в автоматическом редукторе начну менять с двигателя сейчас покажу как я это делаю поехали так ну чтобы заменить масло в двигателе нам понадобится масло чуть больше пол-литра моторного я буду заливать 5 в 30 название там уже сами выбирайте какое ключик накидной на 10 чтобы пробку сливную открутить и вот такое вот приспособление можно сказать вот такое вот нехитрое тряпочки немножко и вот такая вот дощечка этой дощечкой мы поднимаем зад подняли ну чтоб хорошо в марках маслом все вышло так чехол сильно не помешает так расстегнем его немножко поднимем я поближе покажу что нужно откручивать так ну вот этот я ручку приделал немножко удобно неудобно но принципе ничего нам не мешает здесь получается вот чуб пробка горловина заливная на ней же ищу а вот это вот пробка сливная сейчас ее будем откручивать ключом на 10 как бы вам показать чтобы было видно о папочки сорвали пошло так при открутил я немножко так но мастерство слил от пробочку закрутил все на месте у нас смотрите на выходе какое масло получилось у нас черенющее значит масло нормальная работает двигатель чистит темнеет что должно быть но вот я в ноябре гулю менял его это масло поменял перед сезоном ноябре там мало на и на езжу и декабрь я часто ездил и январь сегодня уже еще вторая половина января я тоже часто ездила заливал я вот такое вот масло таким вот цветом мы сейчас будем заливать его же так что надо будет наверно в двигателе почаще менять маслицо потому что грязная сильная вот буквально неделю назад у нас тридцатка мороза стояли я поехал на рыбалку у меня собака то стоит получается в гараже в теплом заводится нормально а на озере она постояла у меня возле палатки до вечера но меня раз 15 пришлось ее дернуть чтобы завести еще думаю почему так туговато заводится потому что масло надо почаще менять если очень часто ездишь на собаки на рыбалочку но сейчас будем заливать начинаем заливать масло так ну чтобы залить на масло нам потребуется вороночка вот такая так как у меня здесь ручка не охота откручивать два болта разливная пробка вот она получается воронка бы так стало надо было поднимать сильно перед вверх но в перед поднимать вверх чтобы воронкам стояла но я вот трубку ставил и получается у нас вот так стало и все отличненько будет заливаться масло и масло получается я заливаю пока она не побежит обратно то бишь полная я залил принципе она и на щупу щупом меряется вот он щуп меряется не закручивая пробку то бишь вставили вытащили полный он получается полку его под завязку так можно заливать ну наверное так заливаю все поехали заливать наше маслецо сейчас вообще будет собачка работать отличненько вот так вот заливаем один минус трубочка тоненькая масло будет медленно идти так что будем заливать еще капельку ну вот все видите масло масло пошло в обратку видно вам нет все полное налил под завязочку на этом думаю достаточно вытаскиваем вороночку да прям хорошечно вошло все полный двигатель ну как смысле уровень уровень есть все закручиваем горловину проверять щупом смысла нет так как что я залил под свой уровень двигатель были вытираем лицо чтобы был чистенький весь потому что техника любит ласку чистоту и смазку так что так вот сейчас будем сливать масло с редуктора так вот редуктор вот пробка тоже на ней же щуп вот она красненькая видно что мой маслецо чистенькая нормально диски не горят у меня не плавятся не сгорают по болтам видно не видно что его ни разу не откручивал прокладочка все родное все как новое после обкатки до было и черное масло я заводское сразу слил и залил вот это тф . вот она все красненькая ну в двигатели поменяли поменяем и здесь как говорится кашу маслом не испортишь и здесь пробка сливная вот она находится где получается сзади редуктора вот она пробочка сейчас будем откручивать и сливать масло так чтобы слить масло я вот тряпочку подложил нам понадобится тот же самый ключ накидной 10 с одной стороны с другой стороны на 12 откручиваем пробку подставляем тот же сосуд прибор или как его еще называть а еще смотрите перед я не поднимаю так как редуктор и так он немножко наклонен как бы зад у него немножко внизу находится так что нет смысла его поднимать больше такие вот пироги откручиваем пробочку вот и пошло наше маслецо пошло пошло так дума масло все принципе сбежала можно закручивать пробочку как бы на щупу она красненькая ну а так темновато и я вам скажу сейчас покажу каким цветом масло вот смотрите видно не видно она как бы так красноватая на щупу но здесь видно что темненькая ну да чё диски по-любому работают выработка идет так что все нормально немножко почаще надо масло менять чем раз в два с половиной месяца затягиваем вот так думаю будет достаточно так масло у нас здесь нет все вытерли ну разворачиваем и заливаем так ну масло в редуктор буду заливать вот такое а т.ф. очка здесь видно что написано по не нашему автоматическая трансмиссия для коробок автомат красненькая достаем щуп вытираем от старого грязного масла там тоже выпрям все как бы она красненькая ну и не сильно красненькая вставляем вороночку здесь у меня видно не видно вот 600 500 чем-то тут 520 530 я его наверное все и залью сейчас посмотрим на щупу сколько и будет здесь и влазит а принципе там 500 чуть больше 500 миллиграмм смотрите какое красное маслицо похоже на малиновое варенье даже не на варенье на компот таким же цветом как и бак на фарзе ну вот я его все туда 500 пол литра чуть побольше может все залил все у нас баночка пустая убираем вороночка убираем щуп ощупь также сама меряется не закручивая резьбу просто вставь выкрутили вставили вытащили и глянули сколько на нем достаем ну вот смотрите на 5 миллиметров чуть выше ну да пол литра если бы влили было вообще отлично все вот он щупец вот так вот ну чуть больше налил принципе нормально я считаю в коробке ну в этом как коробка это редуктор обычный чуть больше ничего плохого я думаю не будет так что все так ну что масло заменили свечу я тоже новую поставил не стал показывать как свечи меняет я думаю там ничего сложного нет что сделаем первый запуск на новом масле закрываем воздух открываем краник я еще на кнопочку нажимаю на глушил очку пару раз дернул внутри раза дернул отпускаю здесь все работает как часики на холодную прогреется вообще шатать будет так ну что всем удачи всем пока любите технику и она будет вас только радовать катать на рыбалке в морозы в метели на рыбалке с рыбалки и не надо будет ее в саночках обратно домой тащить ухаживать нужно все всем удачи всем пока 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 не пока Продолжение следует...